Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Достаточно серьезные вливания в нашу материально-техническую базу нашего учреждения. Здоровые инвестиции. Детскую поликлинику Анапы ждет капитальный ремонт и переоборудование. Все, что находится на территории города-курорта Анапа, везде мы посетим и везде будем наводить порядок. Стоп снято с продажи. В селе Витязево изъяли больше 60 литров нелегального алкоголя. Еще одну торговую точку прикрыли за нарушение. Конкуренция очень серьезная. Наши спортсмены действительно показывают хорошие результаты. За победой в море в Анапе стартовал чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде. Глава Анапы провел прием граждан по личным вопросам. Вновь прозвучала тема оказания курортных услуг в ущерб интересам города и его жителей. Позиция Юрия Полякова неизменна. Неприглядный бизнес, создающий не лучшую репутацию курорту, Анапе не нужен. Вопросы благоустройства сельских населенных пунктов звучат практически на каждом приеме. К Юрию Полякову Анапчанка пришла с благодарностью. А мы говорим о пешеходной дорожке, которую нам сделали в станице Анапской. За пять дней скосили траву, за пять дней положили бетон. Теперь у меня вопрос вот какой еще к вам. Видите, у нас через каналу нет мостика. Мостик должен быть с перилами. Здесь же вопрос уличного освещения. Если есть линия для подключения, то свет будет, отвечает глава. Александр Гаврилович проживает в Субсехе. С Юрием Поляковым он обсуждает перспективу строительства объездной автомобильной дороги, которая разгрузит основную трассу. У нас дорога, только Субсеха спускаетесь, уходит вправо на улицу Мирка. Ну а мы в Кубку, кто что-то делает. Будем, да. И вторую дорогу будет нам проектировать Будалин. Еще одну там уходит. То есть, чтобы разгрузить вот это направление Анапское. То есть, кто едет в Анапу, тот в Анапу. Кто мимо Анапы, нужно уходить вправо. То есть, мы этим вопросом занимаемся. Понятно, что это не сделается за месяц, потому что у нас 100 семь дней, как сказал архитектор, уйдет только на планировку вот этой, а дороги первая, о которой я говорю, где мы выделяем сервитут. Публичные слушания о выделении сервитута назначены на 24 июля. Юрий Поляков не ослабляет контроль в этом вопросе. Эмоциональным получился разговор об оказании сезонных услуг. На сей раз речь шла об аттракционах на Пионерском проспекте 70-D. Предприниматель просит отозвать иск администрации о расторжении договора аренды. Это как надо не любить город Анапу, чтобы устроить там вот такие аттракционы, крашеные колеса, послушайте, уже как бы 21 век на улице, все должно быть современно. Потом, это не место для аттракционов. Ну, поработали, достаточно, освободите, дайте возможность. Мы там лавочки поставим, освещение сделаем, делаем прогулочную зону какую-то, всю зиму стоит, чем-то скрученная натянутая, какие-то ужасные заборы. О благих намерениях говорить не приходится. Альтернативу сменить дислокацию на более подходящую, например, в парке предприниматель не рассматривает. Но и позиция администрации останется неизменной, гарантирует глава города. И я вам обещаю, что там не будет ни аттракционов, ничего. Там будут лавочки, свет и зеленая зона посередине. Вот это могу вам пообещать. И это мы сделаем. Это наша муниципальная земля. Все, спасибо вам. По поручению Юрия Полякова, проверки деятельности аттракционов на курорте продолжаются. Детская поликлиника в Анапе будет капитально отремонтирована и оснащена современным оборудованием. Позитивные и необходимые медицинскому учреждению изменения стали возможными благодаря президентской программе «Десятилетие детства». Заявка на выделение финансирования для Анапской поликлиники одобрена Министерством здравоохранения России. Подробности в нашем материале. Долгожданная новость для тысяч мам, пап и бабушек. Уже в этом году в детской поликлинике Анапы начнется капитальный ремонт. С момента постройки, а это 1990 год, ни одного масштабного обновления учреждение не видела. Попытки получить финансирование из вышестоящих бюджетов предпринимались неоднократно, но увенчались успехом только в этом году. Благодаря президентской программе «Десятилетие детства». На сегодняшний день заявка о выделении средств одобрена. Мы включены в федеральную программу по капитальному ремонту детских поликлинических отделений. Выделение средств будет осуществляться, скорее всего, с второй половины этого года. Возможно, оно будет поэтапное, то есть на кровлю, на ремонт входной группы, на замену окон. Но в целом стоимость сметы 76 миллионов рублей и будет выделено в течение двух лет. В проект капремонта попали все работы. А это значит, что кроме кабинетов будут отремонтированы коммуникации, электрика, построены системы вентиляции и кондиционирования всего четырехэтажного здания. Отдельно будет профинансировано приобретение современного оборудования. Мы планируем в этом году приобрести рентген-аппарат, флюорограф, три аппарата УЗИ и две стоматологические установки. Это достаточно серьезные вливания в нашу материально-техническую базу нашего учреждения. Оборудование – это тоже событие. Мероприятия очень затратные и, к сожалению, эпизодические. В последний раз новый рентгеновский аппарат поликлиника получила в 2006 году. Его стоимость – 19 миллионов рублей. Еще 6 миллионов стоил каждый аппарат УЗИ, полученный в 2011 году. На собственные средства был оборудован кабинет стоматологии. Между тем, Анапская поликлиника заслуживает отдельного внимания. К 42 тысячам местного детского населения прибавьте еще приезжих малышей. На всех 76 врачей и 150 медсестер. Помощь оказывается по 32 специальностям в нашем учреждении. Поликлиника рассчитана на 580 посещений в смену. Но в летний период и при большом потоке отдыхающих наша поликлиника принимает до полутора тысяч пациентов в день. Радует, что мнение о работе медиков у большинства положительное. А что касается ремонта – единогласно за. Вот там новый акролом, ходим к герматологу, там прям заметно, что ремонт новый, приятно зайти. А здесь, конечно, непонятно, как бедные врачи наши здесь работают. Конечно, ремонта хотелось бы. Ну, быстро обслуживает, мне понравилось. И доктор очень хорошее, и лечение быстрому получили. А так, конечно, в коридорах, ай-яй-яй, некрасиво и очень так запущено. Надо и взрослую поликлинику еще одну добавлять, а детскую уже тем более, потому что детей много, рождаемость большая. Вы знаете, я был в Краснодаре, в кровевой поликлинике, там вообще гигантские очереди. Там очень тяжелые. И по сравнению, как здесь, здесь, можно сказать, очередей нет. В отношении врачей, как бы, все хорошо, мне все нравится. И ремонт, да, согласен с вами. Заявка на ремонт филиала детской поликлиники в 12-м микрорайоне тоже одобрена. Тем не менее, это не отменяет планы городской администрации на выделение дополнительных площадей для оказания медицинской помощи населению ближайший проект филиала поликлиники в районе Красной площади. Борьба с незаконной торговлей в Анапе продолжается. Очередной рейд прошел в селе Витязево. Комиссия во главе с заместителем мэра города Эдуардом Балмышевым проинспектировала одну из самых оживленных улиц – Светлую. Вдоль тротуары идет бойкая торговля, причем у многих с явными нарушениями. Налицо захват муниципальной земли. Товар разложен далеко за пределами торговых павильонов, что мешает свободному проходу по тротуару. Нерадивых предпринимателей сначала предупреждают, но если это не помогает, выписывают штраф. Штраф по статье 3.2. Второй раз этот штраф уже в двойном размере, по части второй будет. Сегодня пока всем выписут штрафы от 500 до 1500. Второй раз до 5000 штрафов. Какие еще объекты в планах улицы? В планах все. Все, что находится на территории города-курорта Анапа, везде мы посетим и везде будем наводить порядок. Если даже после штрафов и предписаний собственник продолжает нарушать правила торговли, с ним расторгают договор. Неоднократные предупреждения владельца этой точки закончились именно так. Теперь ему придется заплатить внушительный штраф и убрать свою точку. В ходе рейда пресекли и незаконную торговлю алкоголем. В этом нестационарном павильоне изъяли 61 литр суррогата. Собственника ждет штраф. К реализации алкогольной продукции особое внимание. Это задача главы города. Только за последние три дня сотрудниками управления торговли установлено семь фактов незаконной продажи горячительных напитков. Правоохранители изъяли более тонны нелегального алкоголя. По поручению главы города проверено уже порядка четырех проездов, начиная с Пионерского проспекта. Подобные рейды будут продолжаться в течение всего курортного сезона. В минувшие выходные на стадионе «Олимп» в поселке Виноградном состоялись заключительные соревнования в рамках спартакиада среди команд сельских округов по силовому троеборью и соревнованиям дояров. Троеборцы соревновались в трех дисциплинах. Метание гири весом 16 кг в длину, приседание с грузом весом 64 кг и перемещение автомобиля на дистанцию 20 метров. Здесь лучшие результаты показали Владимир Коняев из поселка Виноградный и Денис Ведехин из Джигинки. Дояры также соревновались по программе «Троеборья». Бег на 300 и 500 метров, разборка и сборка доильного аппарата и силовая гимнастика. Среди мужчин здесь лучшим оказался Сергей Михно из Первомайского сельского округа. Среди женщин Татьяна Медовник, поселок Виноградный. Сельские игры на территории муниципалитета проходили с февраля этого года и включали в себя семь видов. По итогам турнира самыми спортивными сельскими округами в этом году стали Первомайский сельский округ, у него третье место, серебряный призер Джигинский сельский округ и первое место у Виноградного сельского округа. По итогам всех муниципальных соревнований были сформированы сборные команды для участия в финальных состязаниях Краснодарского края. Заключительный финальный этап игр пройдет с 23 по 24 июня в Крымске. В Анапе стартовал чемпионат и первенство России по плаванию на открытой воде. Соревнования проходят на базе Всероссийского детского центра «Смена». В них принимает участие более 200 пловцов. В ближайшие шесть дней спортсменам предстоит преодолеть дистанции в 5, 10 и 16 километров, а также эстафету 4 по 1250 метров. Состязания молодых спортсменов на первенстве России будут проводиться в трех возрастных категориях. Юниоры и юниорки 18 и 19 лет. Их ждет заплыв на 10 километров. Юноши и девушки 16 и 17 лет и 7,5 километров. Юноши и девушки 14 и 15 лет и заплыв на 5 километров. Конкуренция очень серьезная. Наши спортсмены действительно показывают хорошие результаты. Сегодня вы победители на дистанцию 10 километров, а мужчины и юноши, и девушки, и женщины. Поэтому впереди еще насыщенная программа. Поэтому убежден, что будет острая спортивная борьба. И судя по вниманию, которое проявлено зрителями, этот вид спорта плавания набирает обороты. Мы видим, что становится более и более популярным. Заплыв на 10 километров уже состоялся. Определена первая тройка победителей. Они примут участие в первенстве Европы, которое будет проходить на Мальте 13-15 июля. Чемпионат и первенство продлятся до 24 июня. Анапа вошла в десятку самых популярных направлений для летнего отдыха с маленькими детьми. Сервис путешествий проанализировал число проданных с января билетов и выявил курорты литера. Чаще всего семьи с детьми до двух лет летают в Сочи и Краснодар. Анапа также вошла в десятку. По мнению сервиса, город-курорт привлекает туристов не только ласковым солнцем и теплой морской водой, но также и обширной досуговой программой. В этом году Анапу посетили футболисты из Дании. В селе Витязево базируется одна из тренировочных площадок Чемпионата мира по футболу. Это событие также привлекло большое количество иногородних гостей. Раскрыть стайны красоты и молодости азиатских женщин теперь доступно каждой анапчанке. В нашем городе открылся магазин косметики и бытовой химии из Азии Гейша. Самые популярные марки из Японии, Кореи и Китая представлены в самом широком ассортименте. Подробнее в сюжете. Компания «Дары Дальнего Востока» хорошо известна в Анапе. Многочисленные покупатели уже смогли оценить в магазинах этой сети товары из стран Азии. Рыбные деликатесы, бакалеи и специи. А теперь и новое направление – косметика и бытовая химия. Азиатские производители отлично зарекомендовали себя на мировом рынке как производители качественной косметики с эффектом омоложения для продления молодости, красоты девушек и женщин. Основной акцент на средствах по уходу за кожей лица и тела. Секреты Азии на вооружении производителей известнейших марок – биоаква, метан и другие. Кремы, сыворотки, эссенцы, маски – представлены линии с признанными и широко известными помощниками в борьбе за молодость кожи. С гиалуроновой кислотой, протеинами шелка, а также средства с экзотическими для России компонентами – улиточная слизь, экстракт джемчуга. Покупатели, посетившие сегодня этот магазин, отмечали, что продукция, представленная в гейше, интересна и молодым женщинам, и дамам постарше. Думаю, что это своевременно, для АНАП это, безусловно, хорошо, потому что и алоэ вера, и всякие подарочные наборы девушкам просто бывают кстати к месту и очень пользуются, нужны. Причем здесь можно приобрести товары с секретами красоты из Азии, как себе, так и в подарок. Красивейшие наборы не оставят равнодушной ни одну женщину. Здесь и большой выбор средств по уходу за полостью рта, как для взрослых, так и детей. Декоративная косметика, туши, тени, бибикремы, основы под макияж. Есть и товары по уходу за кожей для мужчин, а также огромный ассортимент бытовой химии для дома, средства для мытья посуды, стиральные порошки, концентраты и отбеливатели высокого качества и экономичные в использовании. Вся продукция сертифицирована и русифицирована. Я сама пользуюсь такой косметикой, поэтому мне интересно было очень. Будем знакомиться, пробовать, и я думаю, что мы останемся довольными. Магазин «Гейши» ждет вас по адресу. Анапа, улица Астраханская, 75 Г. Телефон 8 962 869 83 37. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова